Продолжаем обзор оборудования Акварио. Сегодня мы разберемся с поверхностными горизонтальными многоступенчатыми насосами Акварио серии AMH. Самой яркой конструктивной особенностью насосов данной серии является применение нескольких рабочих колес, последовательно установленных на общем валу. Перекачиваемая вода переходит от первой ступени к последней, приобретая при каждом переходе дополнительный напор. В зависимости от модели количество рабочих колес или ступеней может быть разное, что прямым образом сказывается на расходно-напорных характеристиках оборудования. В конструкции насоса используются рабочие колеса центровежного типа сложной формы. Рабочих колес может быть несколько и каждое рабочее колесо закрывается своим диффузором. Кроме того, насосы серии AMH являются самовсасывающими благодаря специальному входному диффузору с лепестковым клапаном. Поверхностные многоступенчатые насосы серии AMH применяются в системах частного водоснабжения и садоводствия. Используются для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и специальных резервуаров. Могут применяться для повышения давления воды поступающим в насос самотеком. Насосы данной серии имеют пониженный уровень шума по сравнению с другими моделями насосов и обладают одними из самых высоких КПД среди поверхностных насосов. В настоящий момент линейка многоступенчатых насосов AMH представлена 11 моделями. Начиная от модели AMH64P с мощностью двигателя 370 Вт и заканчивая моделью AMH28010S с мощностью двигателя 2100 Вт. Благодаря такому разнообразию насосы данной серии способны удовлетворить самым разнообразным требованиям по воде, как в частных системах водоснабжения, так и в системах коллективного пользования. Насосы отвечаются высочайшим качеством материалов, используемых для его изготовления, для обеспечения наилучших технических характеристик и максимального срока эксплуатации. Все комплектующие насосы при сборке проходят многократную проверку качества, а после сборки абсолютно все насосы тестируются. Рабочие колеса насосов серии AMH могут быть выполнены из технополимера и нержавеющей стали. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали. Он износоустойчив, долговечнее и качественнее вала из черной стали, не подвержен коррозии. Ротор и статор насосов Акварио собирается на автоматических линиях сборки, что безусловно положительно сказывается на работе самого насоса, на его производительности и потреблении электроэнергии. В двигателе применена защита от перегрева многократного срабатывания. При нагреве до опасной температуры цепь питания автоматически размыкается. Важно! Максимальная производительность насоса всегда зависит от нескольких условий. Как правило, это глубина водозабора, высота подъема, планируемое давление в системе. Поэтому она определяется как диапазон значений, а для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. AMH-64P самая бюджетная модель многоступенчатого насоса. Ее будет достаточно для водоснабжения небольшой дачи или полива приусадебного участка. Максимальный расход 60 литров в минуту, максимальный напор 31 метр, потребление электроэнергии 500 ватт. Модели насосов AMH-106P и AMH-106S идентичны по показателям расхода и напора, но отличаются применяемыми рабочими колесами. В модели с литерой P установлен технополимер, в модели с литерой S установлено рабочее колесо из нержавеющей стали. Насосы сотой модели имеют максимальный расход 90 литров в минуту и максимальный напор 45 метров. Потребляемая электроэнергия 1100 ватт. Модели AMH-125-6P и AMH-125-6P отличаются друг от друга материалом рабочего колеса, технополимер и нержавейка. Насосы 125-й модели имеют тот же показатель по расходу, что и модель AMH-106, то есть 90 литров в минуту. Но зато они мощнее своего предшественника модели AMH-106P по напору. Напор 55 метров против 45 метров. Потребляемая электроэнергия 1250 ватт. Насос AMH-109P это одна из двух новых модель в ассортименте многоступенчатых насосов аквариум. Данная модель производится только с пластиковыми колесами. Если сравнить данную модель с насосом AMH-106, то расход у модели 109P значительно больше и составляет 145 литров в минуту. А вот напор у данной модели чуть слабее и составляет 37 метров против 45 метров. Потребление электроэнергии 1200 ватт. Насос AMH-109P это вторая новая модель в ассортименте многоступенчатых насосов аквариум. Данная модель производится также только с пластиковыми колесами. Если сравнить данную модель с насосом AMH-109P, то значения расходов у этих моделей идентичные 145 литров в минуту, а вот напор у данной модели на больше и составляет 50 метров с потреблением электроэнергии 1250 ватт. Самые мощные модели это AMH-22010 и AMH-2810. Эти модели поставляются как с пластиковыми, так и с нержавеющими колесами. Они могут комплектоваться однофазными и трехфазными двигателями. Самые выдающиеся характеристики принадлежат именно этим насосам. Почти 8 атмосфер напор и до 10 кубов расход. Потребляемая мощность двигателей составляет 2200 ватт для AMH-22010 и 2800 ватт для насоса AMH-28010. Итак, поверхностные многоступенчатые насосы AMH-Aquario имеют отличные характеристики. Высокий напор, большой расход, высокий КПД. Они идеально подойдут пользователям, стремящимся обладать качественным современным технологичным оборудованием. В зависимости от модели, подходящей для водоснабжения как небольшого загородного дома, так и пансионата или небольшой гостиницы. И не забывайте, все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам напряжения в сети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всегда использовать стабилизаторы напряжения. До новых встреч!